Каждый год в сентябре 21 числа в РФ отмечается так называемый День воинской славы России. Смешнее праздника русские еще не придумали. Знаете почему? Считается, что он учрежден в честь Дня Победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Однако на самом деле на Куликовом поле русские отстаивали права своего законного хана против узурпатора Мамая. То есть Куликовская битва была одним из этапов борьбы за власть в рамках самой Орды. По сути, междоусобной разборки, причем в составе обоих противоборствующих войск были русские, а также татары и литовцы. По сути, одни русские отстояли у других русских свои законные права платить дань своему собственному хану Тахтамышу и платили эту дань еще сто лет после Куликовской битвы. Еще раз, русские вырвали в бою у опять же русских право платить дань своему законному хану, а не какому-то там хану оппозиционному. И вот в честь этого отмечается День воинской славы России. День победы русских над русскими. Как же это по-русски, правда? Вообще, история России, помимо откровенных фальсификаций и лжи, всегда преподносится только лишь в великорусском контексте, без учета взглядов населяющих РФ народов. История русско-татарских отношений и Куликовской битвы тому ярчайший пример. Но сегодня мы внесем свою лепту в исправление этого недоразумения. Научный руководитель Института истории имени Шагабуддина Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла великая татария и чем она стала». В этой книге казанские ученые делятся своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. То, о чем будет идти речь в сегодняшнем выпуске, основано на одном из разделов этой книги, касающемся Куликовской битвы. Скажу сразу, русские никогда не побеждали и не собирались побеждать татар. Но обо всем по порядку. Итак, Куликовская битва, татарский взгляд. Русская историография вообще связывает появление России с борьбой русских с ненавистными татарами. Однако в Орде не было противостояния русских и татар, не было восстаний русских, якобы инициированных жестокостью татар. Восстания были направлены против собственных князей, добавлявших к татарской дани собственные подати. Следует заметить, что данью называли налог, который платили все жители Орды, включая татар. Единение предков русских вокруг Москвы – это еще один миф. В действительности далеко не всем было по душе возвышение Москвы. Суздальские князья стояли за удельные порядки. Их устраивала татарская дань, которую богатые поволжские города, включая Нижний Новгород, выплачивали без труда. Их усилия были направлены на развитие торговли, а не на объединение страны. Они дружили с татарами, но в отличие от москвичей не смешивались, а сосуществовали. В то время торжествовало удельно княжеское сознание, так называемого общерусского сознания не было и в помине. Стоит заметить, что ни один татарский хан не был так непомерно жесток к русскому народу, как, например, воспетый в русской истории царь Петр I. За любую провинность, конфискация имущества, лишение всех прав, кнут, каторга, виселица, политическая или физическая смерть. Именно он вел разнарядки на заключенных, которые должны были сканать на строительстве кораблей или галерах. Он требовал подготовить несколько тысяч воров и отправить их на строительство той или иной крепости. При нем появились специальные тюрьмы, объединенные с заводами, прототип сталинских лагерей. При тех непомерных богатствах России Петр мог получить те же налоги без разорения народа, если бы все делал с умом, с пониманием экономики и политики. Численность нации при нем сократилась на одну пятую, что равносильно демографической катастрофе. Но вернемся к Куликовской битве. Перед нею складывались довольно сложные отношения как в Золотой Орде, так и в русских княжествах. Тахтамыш придерживался традиционной политики союза с Русью, а Мамай опирался на союз с генуэзскими колониями в Крыму. Мамай пытался уговорить москвичей разрешить торговать генуэзцам на Руси и собирать дань. Генуэзцы уже однажды откупали у Мамая право на сбор дань на Руси, что вызвало негодование не только среди князей, терявших часть доходов, но и у простого народа. Получив отказ, Мамай в союзе с литовцами решил разделить Русь на две части. Среди русских князей были сторонники союза с Литвой и Мамаем. Михаил Александрович, тверской князь, свергнутый промосковскими силами, бежал в 1367 году в Литву за помощью, получил ее и вернул свои земли. Дмитрий в ответ 1 сентября 1370 года лично прибыл с войском в Тверское княжество. В ответ Михаил Александрович отправился к Мамаю и настаивал в Орде на ярлыке на Великое княжение. Но и Дмитрий не терял времени и в свою очередь поехал в Орду за ярлыком и получил его. Москва одновременно пыталась найти общий язык и с Литвой. Владимир Серпуховский женился на литовской княжне и этот брак оказался весьма удачным. Ордынская власть, ослабленная внутренними дрязгами, позволила Москве и Твери проводить собственную не только внутреннюю, но и внешнюю политику. Борьба за престол в Орде не прекращалась. Осенью 1374 года Уруз овладел столицей и провозгласил себя всеордынским ханом. Мамай в это время решал для себя главную задачу – захват столицы Орды, что и сделал в 1375 году. Михаил Тверской, несмотря на соглашение с Москвой, продолжал общаться с Литвой. В частности, женил своего сына Ивана на дочери Кейстута Марии. Князь Олег Рязанский тоже был женат на сестре литовского князя Ягайла и, естественно, выступал на стороне Мамая. Мамай уже в следующем году потерял столицу и ушел в свою ставку на Днепре. Перед Дмитрием вновь стал вопрос выбора, и он принял сторону нового хана Золотой Орды Каганбека, который требовал активной помощи в борьбе с Мамаем. В левом крыле Золотой Орды в это время выдвинулся хан Тахтамыш. Перед ним встала задача борьбы с Мамаем, без победы над которым Золотую Орду объединить было невозможно. Русским князьям в этой ситуации главным было не прогадать и вовремя встать на сторону сильнейшего. А Мамаю было необходимо обеспечить тылы, иначе говоря, подчинить русские княжества. Такова была ситуация накануне Куликовской битвы. Два крыла Золотой Орды, Литва и русские княжества различной ориентации составляли сложную политическую мозаику. 20-тысячная конница Дмитрия Донского состояла из крещенных татар, литовцев и русских, обученных бою в татарском конном строю. Остальные 130 тысяч состояли из княжеских конных и пеших дружин, а также ополчения. Тверь отказалась участвовать в битве. На помощь Дмитрию шел с сибирскими татарами хан Тахтамыш. Нет прямых свидетельств о предварительной договоренности Дмитрия и Тахтамыша, о совместных действиях. Но объективно они были заодно, о чем свидетельствует взаимный обмен посольствами сразу же после победы над Мамаем. Сегодня Куликовскую битву официально празднуют как победу русского оружия над татарами. И она находится в реестре военных побед российского государства. Более чем странная дата. Дмитрий Донской возглавлял войска, состоявшие из татар, литовцев и русских, против войск Мамая, состоявших опять-таки из русских, литовцев и татар, да еще армян, генуэзцев и черкесов. Причем здесь русско-татарские отношения и доблесть русского оружия. Ученый Валерий Захаров пишет Спросят, а с кем же воевала Русь на Куликовом поле? Ну, разумеется, не с Ордой, если лучшие ордынские конные лучники, наиболее профессиональные воины того времени сражались на стороне Дмитрия Донского и практически обеспечили русским победу против Мамая. Смешно? Да, смешно, если осознать до какой степени можно было нас дурачить постоянными извращениями великорусской истории. Подлинная же история не укладывается в прокрустово ложе, приготовленное ей европоцентризмом. Место Куликовской битвы до сих пор не найдено, а то, что сегодня называют Куликовым полем, не имеет отношения к знаменитой битве. Там археологами не найдено следов побоища, там никто никогда не воевал, но музей соорудили якобы в качестве символа. Но символа чего? Видимо, историографического недоразумения. В чем тогда смысл битвы? Русские воевали с Мамаем, поскольку он исполнил сердце свое злого беззакония. То есть он не только в глазах населения не имел права на власть, не будучи чингизидом, но и выступал против сложившегося порядка взымания Дани, отдав это право католикам-генуэстцам. Русские были за порядки, установленные чингизидами. Такое отношение было характерно во все времена, пока существовала Золотая Орда. Русские законных ханов Золотой Орды ни в какие времена не считали заклятыми врагами. Ивану Третьему приписывают честь отделения от Орды, что не соответствует действительности. Он выступил против хана Большой Орды Ахмата, как самозванца, защищая законный порядок в государстве. Он не расшатывал устои Золотой Орды. Они расшатались сами. Еще Ключевский писал об этом. Иван начал выступать более торжественно и во внешних сношениях, особенно с тех пор, как само собой без бою при татарском же содействии свалилась с плеч ордынская ига. Вот такая история. Но в итоге мы же понимаем, что среднестатистическому русскому наплевать, из каких там народов состояла та или другая рать в Куликовской битве. Русские победили татаро-монголов и все тут. Многонациональная Красная Армия победила многонациональную немецкую и точка. Любая историческая правда разрушит картину мира у рапатриотически настроенного россиянина в щепке. А это очень больно, ведь от так называемого величия России может не остаться и следа. Поэтому в ходу в РФ только историческая ложь во имя иллюзорных целей всяческих там специальных военных операций. И изменить это в сознании и жизни россиян смогут только три заветные буквы. Знаете какие? В. С. У. По-другому до россиян не дойдет. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на патреон. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого можно воспользоваться новой функцией ютуба спонсорства. Кнопка спонсировать есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи. Всем украинцам скорейшей победы. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ